Если вы уже посмотрели первый выпуск программы «Линия жизни», то теперь наверняка знаете, что здоровье невозможно купить. Но его можно напутешествовать. И теперь Ольга Че ищет тот самый источник здоровья по всему миру. Первая страна, в которой она провела свое небольшое расследование на тему медицинского туризма – это Израиль. Буквально вчера во всех мировых новостях сообщили о новом роботе-хирурге «Довинчи». Его ювелирную работу вы можете сейчас наблюдать на примере препарации и зашивания виноградины. Теперь в самых уважаемых клиниках, как и клинике Ассута, хирурги оперируют с помощью такого манипулятора, которого разработало американское космическое агентство НАСА. Эти операции отличаются от обычных тем, что малоинвазивные, точные, проходят с минимальной кровопотерей, и риск осложнения таких операций равен нулю. А вот сами действия выполняет этот роботизированный механизм. Его возможности поистине безграничны. Он обладает четырьмя руками и подвижными суставами, способными вращаться на 360 градусов. Фактически «Довинчи» — это не только робот, это целая система, включая монитор, консоль управления, хирургические инструменты, руки робота, миниатюрные камеры, которые вводятся в операционное поле и передают увеличенное в 12 раз изображение на монитор. И все-таки главное — это уметь управлять таким уникальным механизмом. Опыт, знания и ум человека могут превратить жизнь в сказку, а могут все мгновенно разрушить. Поэтому речь сегодня пойдет о клинике «Асута» — крупнейшей частной клинике Израиля. О специалистах этой клиники и о медцентре «Люкс Медикал», с помощью которого любой иностранец, не теряя времени, сможет получить медицинскую помощь в этой стране, заранее связавшись с представителем «Люкс Медикал». Один из основных вопросов, который стоит перед человеком, который ищет возможность лечения за границей, в частности в Израиле, — это правильный выбор медицинского учреждения, правильный выбор профильного специалиста, который специализируется на лечении данного диагноза и подбор необходимых методик лечения. В нашей больнице у пациента есть полное право и полная возможность выбора своего лечащего врача, что на самом деле является самым важным, на наш взгляд, на всем этапе лечения. Поэтому квалификация врача, медицинская и технологическая оснащенность больницы должно быть самыми главными параметрами для выбора того или иного медицинского центра. Доктора в клинике Асута — это абсолютные профессионалы с мега-специализированным мышлением, полностью погруженные в работу. Конечно, у этих докторов гораздо меньше сопутствующих проблем, мешающих или отвлекающих их от пациента. Они все высокооплачиваемые специалисты. Именно такими я бы хотела видеть наших врачей. И как увлеченно они говорят о своей работе, особенно о работе в команде. Отделение радиотерапии в Асуте — это часть большого онкологического отделения. Все онкологическое отделение состоит из химиотерапии, отделения госпитализации и радиотерапии. Что мне важно подчеркнуть, что лучевая терапия — это работа команды. Это не только врач, это очень важно, кто физики, очень важно, кто техники, потому что лучевая терапия — это процесс. В первую очередь пациент попадает к врачу, и тогда принимается решение, надо ли облучать, что облучать, как и каким способом. Как вы поняли, один из этапов воздействия на злокачественные опухоли, а именно облучение, находится в руках целой команды специалистов — врачей, физиков-радиологов и техников. С одним из них вы уже познакомились в первом выпуске программы. Тогда он описал возможности самой точной диагностики в мире на аппаратах последнего поколения. Мы находимся в комнате, где делают уколы с радиоактивным веществом. И радиоактивное вещество — это FDG. FDG — это радиоизоток. С его помощью мы делаем проверки, которые называются проверки PET. Аппарат сам вводит радиоактивное вещество в организм пациента. После этого пациент заходит в зал ожидания и сидит там и ждет, вызывав саму процедуру на сам снимок. Также он защищает медицинский персонал от излишков радиации, которые находятся в этой профессии у нас. И все-таки диагностика — это самое первое, зачем приезжают в Израиль. Нигде в мире не отдают столько внимания этой проблеме. И самые передовые исследования по диагностике проводятся здесь, во сути. Важность ранней диагностики рака — это вещи очень важные. Но, к сожалению, мы порой видим случаи, когда пациенты приезжают не совсем в хорошем состоянии. Как правило, для диагностики пациента, который приезжает в Израиль, я думаю, что хватает порядка недели. То, что мы в основном видим, приходилось сталкиваться с неправильными диагнозами, приходилось сталкиваться с неправильным описанием гистологического материала. Мы делаем минимум вещей. Мы всегда говорим так, что если вы действительно хотите узнать, вы приедьте. И мы сделаем вам вот этот минимальный набор. Мы вам поставим диагноз, мы вам скажем, как лечиться. Продолжая тему диагностики, многие туристы приезжают в Израиль сделать так называемый полный чекап, то есть полное обследование, создачей анализов, прохождением КТ, МРТ и ПЭТ. Так как существенной проблемой диагностики онкологических заболеваний всегда являлось раннее выявление опухолевых клеток. Сейчас с этой задачей превосходно справляется позитронно-эмиссионная томография, благодаря которой возможно выявить единичные аномальные клетки. На мониторе эти злокачественные новообразования окрашены контрастным составом, представляют из себя яркие светящиеся точки. С целью снижения дозы облучения во время использования томографа специалисты Асуты применяют Time of Flight – новаторскую технологию от Philips, позволяющую втрое уменьшить количество жестких излучений, сократить время процедуры и получать снимки высочайшего разрешения. Одна из новейших технологий в мире на сегодняшний день – это аппарат, который называется ПЭТ-МРТ. Это гибридный аппарат, который использует технологию МРТ и технологию ПЭТ, позитронно-эмиссионную томографию и магнитно-ядерный резонанс. Для снимков и определения онкологических заболеваний у пациентов, в основном у тех, у которых опухоли связаны более или менее с мягкими тканями организма. Даже если вы не готовы ехать в чужую страну для того, чтобы лечиться, обследование со стопроцентным правильным диагнозом – это уже половина пройденного пути к оздоровлению. Некоторые страны мы знаем, что, допустим, они говорят, что вы должны получать все лечение у нас, вы должны находиться на период всего лечения в этой стране, жить здесь. Нет, это не практикуется здесь. Мы даем рекомендации, вы решаете. Как правило, если говорится о химиотерапии, то пациенты, как правило, предпочитают получить первое лечение здесь, потому что они видят, как объясняют медсестры. Они пользуются вот этими вот листиками, они на русском языке с объяснениями, как и что принимать после лечения. Поэтому это очень удобно потом, они могут это перенести уже к себе на свою клинику, там, где они получают лечение. Многие специалисты Асута являются ведущими специалистами мировой медицины. Это заслуженные доктора, благодаря которым сегодня живут и здравствуют тысячи людей по всему миру. В отделении гинекологии больницы Асута мы проводим все виды гинекологических операций, включая удаление как доброкачественных, так и злокачественных новообразований. Кроме хирургического лечения, мы выстраиваем протоколы постоперационного лечения, курсы лучевой и химиотерапии. Самая распространенная проблема у пациентов с пространства бывшего СССР – неправильная постановка диагноза. За неграмотной диагностикой следует неконкретное лечение, что приводит в конечном итоге к большой трагедии. Для пациентов из-за границы диагностику и лечение, включая операции, мы проводим в максимально быстрые сроки, понимая, что время для них – это деньги. Огромный плюс больницы Асута состоит в том, что мы не привязаны к тому или иному специалисту, а располагаем возможностями привлекать самых лучших профильных специалистов, где бы они ни находились. Нужно понимать, что организация лечения иностранного гражданина в израильской клинике – это довольно непростое дело. Можно сравнить это с работой туристического агентства, только еще более сложной. Прежде всего, нужно получить от больного медицинскую информацию, разобраться в ней, понять, можно ли вообще помочь ему в Израиле, и есть ли смысл ему приезжать. Важно правильно сориентировать больного, что ему можно ожидать от лечения в Израиле, и не вводить его в заблуждение ложными обещаниями. Хороший посредник должен разбираться в медицине, знать ситуацию на рынке медицинских услуг и уметь выбрать для пациента ту клинику, в которой наилучшим образом смогут помочь при его заболевании. Посредник – это не всегда плохо. Особенно для человека, который приезжает в чужую страну, который не знает, куда ему идти, когда ему идти и зачем ему идти. На рынке существуют компании, которые осуществляют не самое корректное лечение, не самый корректный сервис, так скажем. Поэтому это, конечно же, очень важный момент, который нужно проверить перед выбором того или иного сопровождающего, который будет сопровождать пациента во время лечения. Но нужно понимать, что наличие, скажем так, «гида» в кавычках для иностранных граждан необходимо, поскольку это, как правило, экономит время, экономит средства на то же проживание, питание и лишнее пребывание в Израиле. Благодаря этим сочетаниям Израиль – это страна, где лечат, если не все, то многие болезни, продлевают жизнь, ставят на ноги людей двери клиник в других странах, для которых оказались закрыты. Но открыты двери и возможности в других клиниках в этой стране, в том числе и крупнейшей частной клинике Израиля – «Асута». Сегодня мы находимся прямо здесь, и, возможно, вы увидите нечто такое, во что вы не могли даже поверить до этой минуты. В течение этих съемок мы познакомились с прекрасными людьми и замечательными профессионалами – представителями клиники «Асута». Светланой Залманов, заведующей лучевой терапией, Гринберг Юлией – врачом-онкологом, доктором Рами Машонов – хирургом и гинекологом, директором медцентра «Люкс Медикал» при больнице «Асута» Вячеславом Далидом, доктором Эли Ашкинази – вице-директором Центра хирургии позвоночного столба. Более 25 лет клинического стажа, специалистом мирового уровня, признанным авторитетом в странах Европы и Америки. В нашем Центре нейрохирургии мы проводим операции позвоночного столба любой сложности. Удаление опухоли позвоночника, реконструкция позвоночника, лечение сколиоза и все другие виды нейродегеративных заболеваний позвоночника. Качество диагностики в Израиле в больнице «Асута» в разы выше, чем в России и на территории стран СНГ. Качество снимков МРТ и КТ выполняется с высокой резолюцией, что гарантирует правильную постановку диагноза. В последнее время все больше пациентов из-за рубежа обращается за исправлением ошибок в операциях, допущенных хирургами в России и в странах СНГ. В настоящее время Израиль находится на ведущих мировых позициях в сфере технологий и составляет серьезную конкуренцию странам Европы и Америки. Благодаря высокой квалификации наших хирургов и комплексной реабилитационной программе пациент очень быстро возвращается к обычной жизни. Прибывая в Израиле, мы сами убедились в правильности выбора так называемого посредника и непосредственно самой клиники по уровню обслуживания, технического оснащения и квалификации врачей этой клиники нет равных. Благодаря всем этим людям мы поняли, что вакцину от рака изобретут, скорее всего, в Израиле, что страна эта живет и процветает благодаря уму и трудолюбию этих людей, и что сюда по-прежнему будут ехать люди за самым главным – за здоровьем. Ольга Че специально для программы «Линия жизни».